Всем привет, друзья! Меня зовут Лина. Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня на канале очередное видео. И это видео будет по запросу от одной моей подписчицы о содержании. Это видео будет о содержании, кормлении и уходу за такой породой собак, как Чихуахуа. Шанель, иди ко мне быстро! Иди сюда быстро! Фу, годась кушать! Иди ко мне! Иди ко мне на ручки! Иди! Ой, и вторая тоже пришла. Хоть она не Чихуахуа, но составит мне компанию. Значит, что всегда интересует людей перед тем, как они собираются завести животное? Как, насколько сложно будет за ним ухаживать? Какие проблемы будут при его кормлении? Какие проблемы будут при выгуле? То есть при исправлении нужды, скажем так, животным? Что потребуется для содержания животного? И сейчас я быстренько попытаюсь вам по пунктам всё это разложить. Но основной, конечно, вопрос, который всегда беспокоит, это кормление. На что стоит обратить внимание? Вы должны с самого начала определиться, как вы будете кормить вашего питомца. То ли это будет натуральный корм, вы будете варить какие-то каши с мясом, например, давать с овощами, с фруктами, творог, кефир и что-то подобное. Либо вы будете полностью на собачьем специальном корме. Будь то это влажный корм, либо сухой корм. Это надо однозначно сделать как можно раньше, потому что всё-таки их желудочно-кишечный тракт, он не рассчитан на то, чтобы вы постоянно перескакивали с одного вида питания на другой. Рано или поздно начнутся серьёзные проблемы, какие у нас, в общем-то, и начались. Вы должны определиться. И дальше вопрос ей стоит в том, как подобрать корм, как подбирали корм мы. Когда мы забрали Шанель у заводчицы, она сказала, что кормила её до этого кормом роял-канин и кое-что там давала, типа лакомство со стола, там отварная курица, либо сыр. Также я и, в принципе, продолжу её кормить. У нас был роял-канин для Чихуахуа. Но однажды, придя в магазин, этого корма не оказалось, и я вынуждена была купить другой проплан. Такие чёрные боковки для Чихуахуа он также был. И что произошло? На фоне роял-канина, как-то я особо не придавала этому значения, у неё лапы, вот эти кончики лап, окрашивались в розовый цвет. Ну, то есть не ярко-малиновый, а такой лёгкий розоватый оттенок был у шерсти. После того, как мы перешли на проплан, эта проблема исчезла. Вроде бы всё хорошо, можно было остаться на этом корме, но меня вдруг переклинило, что есть ещё более качественные корма. И таким образом я перешла к корму холистическому. Корму на данный момент это у нас вот такой, Грандорф. Что такое холистический? Ну, точного определения этого понятия нет. Во-первых, это то, что сбалансировано очень, то, что состоит и только из натуральных продуктов. Здесь нет искусственных красителей, ароматизаторов, стабилизаторов. Ну, и проще говоря, этот корм сделан из тех продуктов, которые спокойно может употреблять в пищу человек. Сначала я, правда, на другой корм перешла, но тоже с ним были проблемы с поставками. Но сейчас мы остановились на этом корме. То есть Шанель у нас питается сухим. Шанель и Моника с сухим кормом. И три раза в день мы даём ей вот такой, ну, два-три раза в день, в зависимости от того, как время позволяет. Это влажный корм. Кстати, отмечу, что только у таких баночек я видела такую классную особенность. Это вот пластиковая крышка. То есть после того, как вы жестяную крышечку сняли за колечко, вы можете одеть спокойно эту пластиковую крышку, и корм не будет заветриваться. Почему мы кормим так и ничего не даём со стола? У нас некоторое время назад случились серьёзные проблемы. Гастроэнтерит был. До обезвоживания дело дошло. Пришлось кайпельницы ей делать. И всё из-за того, что она что-то съела со стола, то ли творог, я уже даже не помню. Поэтому с тех пор у Мони такие проблемы случились ещё раньше. Она уже у нас года два ничего, даже почти три не ест левого. А вот Шанель последние месяца в семь. У неё как вкусняшка, это идёт мокрый корм, и как основной корм, это сухие. Сухой корм у нас насыпан всегда. Я не могу себя заставить ставить им миску утром и вечером. У нас сухой корм насыпан всегда. То есть как захотят, они его кушают. Второй вопрос. Это туалет и выгул. Моя собака уже была приучена к пелёночке. То есть всю нужду она справляет, в принципе, основную в квартире. Она писает на пелёночку, как и это на рядышком на пол. Обычно мы это всё быстро замечаем и убираем эти кокульки. На улицу находит гулять кошка. Кошка там беснуется. На улицу находит гулять только для, скажем так, для души, для развлечения. Я её беру только в хорошую погоду, когда не мокро, нет снега, когда, ну скажем так, от 5 плюс и выше. То есть когда погода позволяет, я её беру с собой. Всё остальное, всю нужду она справляет в квартире. 90% всё у нас проходит справление нужды благополучно, но иногда бывают такие эксцессы. Она может написать там подходной дверью. Когда собака так поступает, вдруг выбивающиеся, да, какие-то поведения, скорее всего она за что-то вам мстит, скажем так. Может быть вы её не взяли бы на прогулку там, или выгнали с кровати, или ещё что-то. В общем, такое поведение обычно говорит о том, что собака на вас обижена. Но достаточно редко у нас такое происходит. Следующий вопрос по уходу. Моня, я уже зажарилась с тобой. Значит, у меня гладкошёрстная порода, поэтому особого ухода не требуется, чесать её не нужно расчёсывать. Купаю я так. После прогулки обязательно моем под краном над раковиной лапы. Общее мытьё у нас происходит крайне редко, только когда мы её берём с собой на природу, например, в горы выехали, или на дачу, где она там между листиками бегала, и могла испачкаться полностью. Так я её полностью не мою. Уши, в принципе, мы не чистим, потому что они и так у нас чистые. Кислячки на глазах образуются. Каждое утро просто их убираем, либо пальчиком, если совсем на глазике, то тогда ватным диском смочено в кипячёной воде. У этих собак проблемы с зубами, то есть достаточно быстро образуется зубной налёт. Но, к сожалению, нет возможности чистить. Она просто не даст никакой зубной пасты, зубной щёткой чистить себе зубы. Поэтому единственный выход – это водить периодически к стоматологу, чтобы под наркозом проводили чистку зубов. Но из-за этого наркоза часто это делать-то и не получится. Следующий момент. По уходу что ещё требуется? Когти. Когти я стригу сама где-то раз в месяц. Но я очень боюсь это делать, потому что коготочки малюсенькие-малюсенькие. Поэтому если вдруг у вас там поблизости где-то окажется ветклиника, и вы сможете водить туда за... В принципе, это недорого стоит, то, наверное, я бы сама так делала. Просто у меня нигде тут поблизости ветклиники-то и нету. Так, что у нас ещё по уходу? По медицинским каким-то вопросам. Раз в год нужно делать прививки. Это стабильно. Иногда мы покупаем вакцину, сами делаем самостоятельно. Иногда вводим в ветеринарную клинику, но просто мне жалко самой их колоть. Вакцину я использую на бивак. В общем, проблем у нас с ней не было. Там в том числе и от бешенства идёт. Потом где-то 3-4 раза в год я ей капаю на холку средства от блохой клещей. Но я не делаю это так вот просто там... Ну, делаю, скажем так, по весне я делаю, потому что знаю, что мы сейчас чаще начнём гулять. А в остальное время года, ну, грубо говоря, пока я блоху не увижу, на ней я лишний раз не капаю. И где-то раз в 3-4 месяца я ей даю средства от глистов. Значит, к ветеринару мы обращались несколько раз. Один раз она у нас простывала, поэтому когда вы выходите с ней гулять, я говорю, либо её вообще в плохую погоду не выводить, нет такой крайней необходимости, либо собаку нужно одевать. Потом мы несколько раз обращались как раз-таки с проблемами желудочно-кишечного тракта. И один раз у нас было какое-то своеобразное родо, ну, не назову это отравление, я купила средство, накапала его на холку. Вот, и она задней лапой чесала это место, и такое ощущение, что у неё на задней лапе возник ожог просто, ну, какой-то химический. И несколько дней она просто не могла на лапки задние наступать, прихрамывала. Ну, в общем, всё это благополучно прошло. Значит, какие основные трудности у вас могут возникнуть? Если вы не будете правильно кормить собаку, у вас могут возникнуть трудности с её кишечником, с её желудком. И основная ещё какая-то проблема всё-таки со всеми, наверное, собаками, это куда её пристроить на время вашего отпуска. Конечно, она маленькая, её можно с собой брать где угодно, ну, кроме, наверное, хотя можно и на самолёты брать, ну, вряд ли вы полетите на неделю на море, возьмёте её с собой. Поэтому в вашем окружении должны быть люди, которые готовы будут, если что, выручить вас и взять вашу собаку на неделю, на две, пока вы будете в городе отсутствовать. А сколько потребуется денег примерно, да, на содержание собаки? Хороший корм, вот, например, тот, который я покупаю, ну, например, тот же роялка Минпроплан стоит в районе 1200 трехкилограммовая пачка, данный корм стоит 1600. У меня две собаки, поэтому мне хватает всего на месяц, но если у вас одна вот такая кроха, я думаю, что месяца на три вам этой пачки хватит. Данный корм я покупаю по цене где-то 160 рублей за баночку, стараюсь так в акцию идти, чтобы как можно меньше заплатить. Нам хватает дней на 6 данной банки, то есть 4-5, грубо говоря, банок в месяц уходит. Из одежды, конечно, вам понадобятся одежды, как минимум один зимний комбинезон, один такой балоневый непромокашка, свитерок один, может быть, два, одну, две маечки, например, там дома ходить, если еще не очень-то затопили у вас, и прохладно в квартире. На улицу, если в холодное время, желательно шапочку какую-то, обувь, это уже будет зависеть от того, захочет ли ваша собака вообще ее обувать. Если захочет, то придется еще какую-то смену, ну, то есть обувь для выхода в плохую погоду на улицу. Прививки. Прививки стоят в районе 500-700 рублей, то есть их нужно делать раз в год. Средства от блох клещей стоят в районе, ну, наверное, хорошие, не берите ниже 400 рублей, хорошие стоят от 400 и выше, 400, 500, 600, ну, я говорю, 3-4 раза в день вам понадобится, в год вам понадобится пользоваться данными средствами. Средства от глистов стоят в районе 150-200 рублей, таблеточка, и также вы ее будете использовать там 3-4 раза в год. Что еще? Что еще? Вашей собаке понадобится какая-то лежанка, которая стоит, ну, в районе 1000, там получше качество будет побольше цена, похуже качество поменьше цена, но она маленькая, ей маленький размер, в принципе, вполне подойдет. Две миски, а даже три, если вы будете кормить и влажным, и сухим кормом. Потом, что еще нам понадобится? Какие-то игрушки, потому что они любят грызть. В принципе, собака маленькая, зубки у нее маленькие, ей можно и мягкие какие-то плюшевые игрушки, и резиновые покупать, поэтому каких-то у вас 5-6-7 игрушек по полу должны постоянно валяться, потому что, например, моя любит очень погрызть, там, например, она мне несколько молний испортила на кофточке, там, например, она любит молнию на пододеяльнике уже она испортила, просто край, просто не пододеяльник, а там подушки она может грызть. То есть, зубы, видно, не знаю, надо чем-то занять, поэтому игрушки вам придется покупать. Ну, например, скажу, что если вы купите латексные, то их хватает на несколько лет, а тем более чихуа точно хватит, наверное, на всю жизнь. Какие еще могут быть вложения? Ну, в принципе, это все основное, то есть, корм, периодические лекарства с профилактической целью, игрушки и одежда. В общем, могу сказать, что эта порода очень ненапряжная, она маленькая, она очень дружелюбная, но единственное, бывают такие особенности, моя собака, она однолюб, она вот выбрала, она любит меня, моего мужа, она боится. Поэтому, если вам повезет, и она будет любить всех членов вашей семьи, это замечательно, но кому-то может не повезти. То есть, собаки такие выборочно, на ком-то останавливают свой взгляд, да, и все, больше потом никого к себе не подпускают. Вот, они ненапряжные, шерсть лезет, но не сильно, в принципе, ничего критичного нет. Ухода особого они не требуют, гулять с ними, я говорю, можно только по желанию, когда хорошая погода. Но она любит гулять, поэтому я стараюсь ее брать, потому что они такими обиженными глазами, с глазами на меня смотрят, если я не беру. Поэтому, конечно, однозначно я ее рекомендую. Весит моя, например, особь, ты, кило семьсот где-то она весит. Ну, это такой миник, скажем так. Еще хочу отметить, она у меня нестерилизованная, течка у нее примерно раз в полгода, но это абсолютно нас не напрягает, никаких выделений у нее нету, как-то особое поведение не меняется, поэтому данный процесс для нас проходит практически незаметным. Вообще, я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если да, не забывайте, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, спасибо, что вы были со мной. Если какие-то вопросы возникнут, задавайте в комментариях, может быть, я сниму следующее видео. Спасибо, что были со мной, всем пока-пока и тьмоки-тьмоки.